В этой серии мы познакомимся с луговыми собачками. Это уникальные животные, имеющие собственный и сложный язык, который сейчас изучают лингвисты. И язык этот развивается. Луговые собачки способны придумывать новые слова для обозначения новых объектов и разговаривать не только о том, что они видят, но и о том, чего нет в поле их зрения. До сих пор считалось, что способность к абстрактному мышлению и развитию языка есть только у человека. И вот теперь нам, людям, есть с кем поговорить. Реальная, негуманоидная цивилизация. Но обо всем по порядку. Луговые собачки относятся к семейству беличьих, и, как и все наземные белки, они живут в норах. Их ареал распространения равнины Среднего Запада Северной Америки. Они живут колониями, от нескольких десятков до нескольких тысяч индивидуумов. И, будучи общественными животными, они постоянно общаются, в том числе предупреждают друг друга о приближении опасности. Вот типичный предупреждающий сигнал. Лингвисты заинтересовались ими около 50 лет назад. Оказалось, что у луговых собачек есть не только отдельное слово для типа хищника, как у обезьян, например, для койотов. Нет, они отличают каждого отдельного хищника. Ученых заинтересовало, по каким признакам они это делают, и в 1990 году была проведена серия экспериментов. Луговые собачки относятся к людям как к угрозе, потому что многие сотни лет люди на них охотились. И вот исследователи стали ходить по одному по территории луговых собачек и записывать крик, которым те предупреждают о приближении человека. В ответ на одного и того же человека это всегда был один и тот же крик. А на другого – другой. Фактически они не только различают индивидуальных хищников, но и придумывают имена для каждого из них. И это еще только при одном виде взаимодействия – предупреждения об опасности. А ведь луговые собачки болтают между собой постоянно. Вот, например, когда мама с детенышем вместе пасутся в поле. Детеныш, что держится поближе к маме, то отходит подальше. И при этом у них постоянный голосовой контакт, даже если мы этого не слышим. Диапазон воспринимаемого звука у собачек намного шире, чем у человека. От инфразвука до ультразвука. В настоящее время группа ученых изучает этот чрезвычайно развитый язык. Ссылка на одно из исследований группы ученых под руководством Кона Слободчикова в описании к этому видео. Подписывайтесь на наш канал, и мы расскажем вам еще много интересного про мир животных. Субтитры создавал DimaTorzok